Я рада приветствовать всех привычек на Данской земле и своих коллег-поживающих на территории Ростовской области. У нас сегодня очень важное и значимое событие в пароходе к регионе. Мы обсуждаем с вами важную тему комплектного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Я очень благодарна Артуру Валерьевичу, что вы брали Ростовскую область площадкой для обсуждения этого важного вопроса. И, конечно, очень рада, что коллеги из далеких регионов тоже нашли возможность приехать к нам. В рамках нашего мероприятия двухдневного сегодня мы здесь проводим предназначенное заседание. Часть наших коллег уже работает на практикоориентированных семинарах. А завтра коллеге вам предстоит посетить наш ресурсный центр на базе школы-интерната в городе Ростове-на-Дону. Еще несколько площадок, где очень активно занимаются тема сопровождения детей. И наш ресурсный центр, который мы оснащаем в этом году в рамках национального проекта «Современная школа». Мы активные участники этого проекта именно в сопровождении детей с особыми образовательными потребностями. Большую информационную методическую поддержку оказывает Донской государственный технический университет, являясь нашим постоянным партнером. И сегодня мы работаем с вами в Храме науки по городу университета Ростовской области, который, называясь техническим, реализует очень много социальных проектов, в том числе и по поддержке детей с особыми образовательными потребностями. И делает это во взаимодействии не только с Министерством образования Ростовской области, но и с другими нашими ведомствами. Я слово для приветствия представляю лектору Донского государственного технического университета, Меслим Селёнович Хоевич. Спасибо. Уважаемый Артём Валерьевич, Лариса Валентиновна, дорогие друзья, коллеги, гости, которые приехали из разных регионов России, даже, можно сказать, из других республик. Можно сегодня нашу встречу, как мы уже говорили, что можно назвать и как встреча, и это наша конференция, как международная. Сегодня то, что проходит здесь, и Лариса Валентиновна сказала столько добрых слов, не могу ответ не сказать, потому что сегодня то, что мы проводим это мероприятие здесь, на территории Донского государственного университета, означает то, что мы работаем вместе и делаем общее дело. Дети, которые нуждаются сегодня поддержкой, и чтобы они чувствовали себя полноценными детьми, для этого делается всё у нас в регионе, в Министерстве образования и вузовское сообщество. Правительство прикладывает все усилия, мы делаем совместные проекты, и эти проекты сегодня действительно работают. Я хотел бы поблагодарить за высокое доверие, то, что это проводится на территории вуза, мест много сегодня в Ростовской области, но очень важно, что это именно проходило на территории вуза, где действительно приходят дети учиться, и обратно, как мы уже говорили, сегодня снова они возвращаются в жизнь, и они начинают работать и помогать. Я думаю, что сегодня университет, когда создал факультет, как многопрофильный университет, факультет психологии, дефектологии и психологии, дефектологии и педагогика, я ещё раз хочу подчеркнуть, что все кафедры, которые сегодня там работают, на уровне региона и нашей страны, они выполняют важные вопросы, они выиграли несколько конкурсов, и эту работу, то, что сегодня мы делаем, для тех детей, которые нуждают сегодня нашей поддержки, они проводят эту работу на самом высоком уровне. Сегодняшняя встреча, и Лариса Валентиновна правильно отметила, для того, что мы работаем вместе. Это общая задача, общее направление, и я думаю, что та синхронизация, которая сегодня происходит в Ростовской области, я думаю, что это успех общего дела, потому что в тех школах, где сегодня создаются возможности, Лариса Валентиновна, вашей поддержки, и материальная база, которую создаёте вы, мы это знаем, и если они решаются, принимают решение учиться сегодня в высшем учебном заведении, для этого здесь тоже мы создали соответствующее управление, которое встречает их заранее, мы их профориентируем сразу, куда они могут идти, где могут они учиться, и начинаем с ними с первого дня работать. Я хотел бы, дорогие друзья, те, которые приехали из разных регионов, пожелать вам всего самого доброго. Конечно, погодой не смогли решить вопросы. Я вчера договаривался, хорошая погода была, но я попросил, чтобы дождя не было. Ну, дождя не будет. Чуть позже погода распогодится, тоже даю вам слово. А то, что мы будем вас принимать тепло, то, что мы вас любим, мы рады встречать вас здесь, и Донская земля, Ростов, умеет принимать достойно. Надеюсь, что вы почувствуете себя здесь очень хорошо, и получите ту информацию, тот материал, который вам необходимо будет в вашей работе в дальнейшем, когда вы вернётесь на свои места, откуда вы сегодня приехали. Не перепутайте, только не оставайтесь здесь, иначе у нас мы хороших людей оставляем и принимаем на работу тоже. Поэтому желаю вам здоровья, удачи, успехов. Лариса Вантинна, огромное спасибо. И вам тоже огромное спасибо за то, что мы это мероприятие проводим здесь, ДГТУ. Будем рады видеть вас ещё раз. Я передусь с трибуны, уважаемые коллеги, конечно, ничего бы не состояло сегодня, и у нас в Ростовской области не открылся бы в 12-18 году наш региональный ресурсный центр по поддержке детей сразу. И если бы не Артур Валерьевич, я рада его приветствовать сегодня руководителя территориального ресурсного центра. Несколько слов, пожалуйста, Артур Валерьевич. Коллеги, добрый день всем. Большое спасибо за представление и за такие тёплые слова. Мне хочется отметить две вещи. Первая вещь – это то, что сегодня на семинаре это официальный семинар Федерального ресурсного центра совместно с Ростовской областью. Это семинар, который официально одобрен Министерством просвещения. И на этом семинаре сегодня посмотрите много знакомых лиц, знакомых вам друг к другу, но и также особенно приятно то, что новые регионы и новые люди присоединились к нам. И это означает, что система помощи детям соутизма в России, она, собственно говоря, продолжает развиваться. И с нашей точки зрения это очень важно. Я, конечно, благодарен очень Ларисе Валентиновне за то, что приняли Всероссийский семинар Федерального ресурсного центра и так гостеприимно встретили нас вчера. И вообще гостеприимно встретили не только нас, но и я уверен, что все, кто приехал, нас, как уже было сказано, здесь из других регионов порядка 150 человек. Это действительно очень важно. И вы знаете, вот эта ответственность, ответственность очень большая, когда регион соглашается на проведение такого мероприятия у себя дома. И я хочу здесь выразить особо признательность и сказать слова приветственные, слова уважения по отношению к региону, который, по сути, показывает свою работу на всю Россию. И это очень непросто, потому что тематика сегодняшнего семинара, она касается индивидуализации образовательного маршрута. Мы поговорим об этом, конечно, очень много. И эта тематика очень сложная. И какие условия должны быть созданы для того, чтобы этот маршрут индивидуализировать, при этом не обеспечить сегрегацию, которая является крайне нежелательной в случае расстройства аутистического спектра, конечно, нам предстоит сегодня и завтра увидеть на разных площадках вот этот вот самый положительный опыт Ростовской области. Я хочу сказать о том, что нам хорошо известно, что Ростовская область в течение нескольких месяцев, нескольких недель подряд проводит прямо серию мероприятий просто плотным потоком, одна за другой. И вот эта серия плотных мероприятий, есть мнение, это мнение ошибочное, потому что когда идет серия вот этих плотных мероприятий, некоторые коллеги говорят, это немножечко отвлекает от основной работы наших специалистов, на самом деле все не так. И первый раз мы положительный отзыв услышали от Волгоградской области, которая, это был прошлый всероссийский семинар, федерального ресурсного центра, если вы помните, поездной как раз в Волгограде. И тогда нам коллеги сказали, как же здорово, что мы с вами это придумали, потому что именно в ходе совместной подготовки мы нашей межведомственной рабочей группой никогда так часто не встречались, как при подготовке к семинару. И вот эта череда событий, это как раз то, что объединяет Ростовскую область и с нашей точки зрения делает ее сильнее, мощнее в направлении помощи, в том числе, деятельности с ограниченными возможностями здоровья. В целом, но и в том числе с расстройствами аутистического спектра. И два слова о индивидуальном образовательном маршруте, собственно говоря, тематике нашего сегодняшнего семинара. Посмотрите, в России сейчас есть принципиально пять больших возможностей организации маршрута в образовании для детей с расстройствами аутистического спектра. И мы об этом поговорим еще в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Особенно это будет видно из моего доклада. Но сегодня нам важно понять, вот это от полной инклюзии, да, какие есть маршруты, от полной инклюзии, или точнее, наоборот, от индивидуального обучения на дому до полной инклюзии. Вот такая вот у нас лестница. И вот нам важно понять не только, какие формы есть модели организации образования для ребят с аутизмом, нам важно понять, какие в каждой модели нужно создать условия для того, чтобы система помощи, для того, чтобы каждый ребенок получал как раз то, что ему нужно. И здесь самые разные возможности. Это возможности разработки индивидуальных адаптированных программ. Возможности разработки индивидуальных учебных планов. Это возможности тьютерского сопровождения. Это возможность адаптации учебных материалов и многое-многое-многое другое. Я надеюсь, что после нашего совместного с Ростовской областью семинара мы поймем, какие условия необходимы для организации этих маршрутов детей с расстройствами аутистического спектра. Я всем нам желаю очень интересной работы. Благодарю еще раз Министерство Ростовской области и очень благодарю университет как двигатель прогресса, университет двигателя инновации, прогресса, который нас сегодня принимает в своих стенах. Спасибо вам, коллеги, за то, что участвуете в семинаре. Интересный, плодотворный нам работа в течение двух дней. А презентационным площадкам завтра спокойствия, уверенности и хорошего представления своего опыта. Всех составов вам семинара. Поздравляю. Спасибо. Пожалуйста, мои коллеги, но во многом результат работы, которой мы с вами все вместе занимаемся, зависит от региональной политики. Поэтому никакое слово о том, что происходит в Ростовской области в целом по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями, в частности по той теме, по которой мы сегодня собрались. Мы видим, что динамика выявления детей с ограниченными возможностями здоровья показывает нам увеличение количества детей в Ростовской области за 10 лет более чем на 4 тысячи. Мы понимаем, что каждый ребенок с ограниченными возможностями нуждается в создании специальных условий. Ведущий ресурс помощи детям с ограниченными возможностями – это областная сеть специальных общеобразовательных учреждений. У нас работает 29 коллекционных школ, обучаются 5 тысяч детей. За последние годы мы ни одной школы не сократили, сеть эту наращиваем. И в течение трех лет мы перепрофилировали для обучения детей 5 государственных общеобразовательных школ, создав дополнительные условия, подготовив кадры и расширив перечень в категории обучающихся, которые их посещают. Специальные условия для ОВЗ мы создаем также, как и все регионы, в рамках программы «Доступная среда». И очень успешно у нас детей и инвалидов обучают в Центре дистанционного образования детей. Мы знаем, что в России не везде положительный опыт в этой истории, но мы приземлили этот Центр на базу нашего областного учреждения, координируем его деятельность, финансируем из областного бюджета, и у нас 500 детей обучаются на дому в форме дистанционного образования, которые по показаниям здоровья не могут, в принципе, посещать образовательную школу. Но при этом они очень активно включены в процесс социализации и в систему дополнительного образования на базе этого Центра. Буквально недавно я слышала отголоски, у нас прошел фестиваль, есть у нас такой региональный проект «Сту культур Дона». Очень министерство просвещения, я не заинтересовалась, когда у нас дети в ходе учебного года изучают какую-то из культур, которую они выбрали. Изучают в рамках учебного плана, неурочной деятельности, потом все это заканчивается большим масштабным фестивалем, где они представляют ту культуру Дона, у нас 150 национальностей на Дону живут, и приглашают для участия другие школы, которые занимаются тем же самым. Вот буквально на базе этой школы-интернат проходил такой фестиваль, который положил положительные отклики, уехал с рекомендациями для всей России в общественную палату Российской Федерации. Образование детей с ограниченными возможностями нуждается в качественном содержании, и при поддержке губернатора мы на протяжении последних лет открыли несколько региональных ресурсных центров. Первый по сопровождению детей с кафлярной имплантацией, детей с аутизмом, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ресурсный кабинет по сопровождению слепо-глухих детей, а также по сопровождению кризисного образования. Мы заключили соглашение со всеми федеральными центрами, которые занимаются этой темой, и сегодняшний пример нашего семинара – это хорошее подтверждение эффективного сотрудничества. Коррекционная школа-партнерство с Институтом коррекционной педагогии, Федеральным институтом развития образования, Федеральными ресурсными центрами работают над рядом интересных инновационных проектов. И сегодня мы понимаем, что проекты образования – это проекты, проекты, а завтра наши проекты – это «Другие дети», «Другая Россия» совсем. В 19-м году на модернизацию 10-коррекционных школ привлечено 41 миллион средств федерального бюджета. Это проект «Современная школа». Мы не раздумывали, участвовать в нем или нет. Включились, и при выборе 10 учреждений мы ориентировались на максимальный охват категории детей по их заболеванию. В первую очередь включили школу, которая сегодня эффективно работает как экспериментальные площадки, либо ресурсные центры. К числу участников проекта вошли в школу для детей с нарушением слуха, звенья, опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и множественными в том числе. Приоритетом в работе нашей стало недооснащение этих учреждений, создание абсолютно нового образовательного пространства и максимальное изменение инфраструктуры. Проект влечет развитие сети других учреждений, потому что меняется набор специальностей учреждений и в СПО, и в высшей школе. Мы вот сейчас обсуждали эту тему, специальности ЮН Чехович, потому что они выходят на разработку адаптированных учебных программ, и для каждого ребенка, который будет учиться в центре, будет простроен индивидуальный образовательный маршрут. У нас появляются для этого возможности. Мы, понимая, какие возможности для обновления инфраструктуры дает национальный проект образования, поучаствовали во всех возможных конкурсах, в отборах, и к 2024 году мы планируем за 5 лет модернизировать еще 12 школ. Это 75% нашей сети. Но, учитывая поддержку губернатора и особо интерес к этим проектам законодательного собрания, мы думаем, что все 100% учреждений поучаствуют в проект. Подробнее остановиться на вопросе создания специальных условий для обучения детей с аутизмом. В Ростовской области в июле 2019 года в системе образования, подчеркиваю это, выявлен 851 ребенок с аутизмом. Мы сегодня знаем, где обучаются эти дети и какой объем помощи они получают. В общем, количество наших детей, большую часть составляют дети, которые имеют сочетанное нарушение развития. 43 ребенка с аутизмом за детскую психическую развитию, 378 умственно отсталости, тяжелое множественное нарушение развития. Вы можете сравнить со своими цифрами по отдельному весу. Коллеги, чтобы как-то эту картинку сопоставили. И анализ наших данных показывает, что по-прежнему малое количество детей до 3 лет получают помощь в службах ранней помощи. Мы это видим очень конкретно. В связи с этим, особенно актуальная задача раннего выявления нарушение развития ребенка. Эта задача выполнима только в детском сотрудничестве с коллегами из Министерства здравоохранения. Они тоже присутствуют здесь. В детских садах и школах задачу раннего развития решает 1673 психолого-медицинской комиссии. Они везде работают. Психолого-педагогические, прошу прощения. И для определения специальных условий получения образования, в том числе и для детей с аутизмом, в Ростовской области работают 43 психологами медико-педагогические комиссии, которые, мы ожидаем, будут реформироваться, получат новый, возможно, статус и новые рекомендации для своей деятельности в Министерстве просвещения. Также мы видим, что сохраняется тенденция обучения 50% детей с аутизмом на дому. И понимаем, что дети не могут посещать школу по разным причинам, прежде всего по медицинским показаниям. Ну и вторая причина, у образовательных организаций недостаточно опыта работы с детьми с аутизмом. И не хватает подготовленных специалистов, знающих особенности обучения этих детей. В связи с этим для нас, я думаю, что как и для всех регионов, очень актуальна подготовка кадров на работе с детьми с аутизмом в развитии новых моделей образования, развитии инфраструктуры, помощи в системе здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. Мы концентрируемся на поиске подходов к обучению детей с аутизмом и других категории с ограниченной возможностями, с учетом их индивидуальных особенностей, чтобы сделать эти условия абсолютно доступными. Как видите на слайде, практически все дети с аутизмом получают психолого-педагогическую помощь. И ежегодно возрастает количество педагогических работников, которые повысили квалификации. При поддержке Федерального ресурсного центра, спасибо огромное, Актор Валерьевич, у нас в мае 2019 года получил 96 юторов, и нас еще очень поддерживают наши законодатели, они реализуют свой проект «Особенное детство». И тут мы, вот, это политика региональная, коллеги, когда все работают вместе на решение одной задачи. Мы серьезно занимаемся вопросом обучения кадров для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, и к формированию региональной системы подключены Донской государственный технический университет, Южно-Федеральный университет, Таганрогский педагогический институт, вириалы ИНХ, которые коллеги тоже присутствуют в этом зале. Но, к сожалению, в настоящее время большинство программ все-таки подготовки на коммерческой основе, и наша совместная задача сделать эту подготовку доступной и очень качественной. Коллеги, ну и несколько слов о том, как мы развиваем нашу региональную систему. Мы создали координационный совет по вопросам развития образования детей с аутизмом, возглавляет его первый заместитель. В составе совета вошли представители региональных органов власти, культуры, спорта, здравоохранения, социальной политики, представители общественных организаций, родители, которые очень активно, активные участники этой темы. Мы провели первое заседание, которое было посвящено исключительно детям с аутизмом, и приняли межведомственный комплексный план. Планом предусмотрен ряд перспективных мер для создания доступных вариантов условий помощи всем детям, и акцентировано внимание на раннем выявлении детей с аутизмом введения банка данных, детей с РАС, повышение информированности об имеющихся ресурсах помощи преимущественно на шаговой доступности, чтобы все системы предоставляли эту информацию родителям. Что касается образования, то работу с детьми с аутизмом мы начали в девятом году, и в семнадцатом году при поддержке губернатора, я сказала, уже был открыт один из первых в России наш региональный ресурсный центр. Заключено соглашение с федеральным центром. Сотрудники регионального центра обучаются по современным программам, и в сети коррекционных школ мы начали браку сетевого взаимодействия с тремя коррекционными школами, к которым планомерно подключились и другие двадцать пять коррекционных школ. Проходят обучение и подключаются к работе специалисты 21 муниципалитета, всего у нас их 55, но это именно специалисты психологических центров. Ресурсный центр наш проводит обучающие семинары, принимает на индивидуальное сопровождение самых сложных детей. Вот единовременно на сопровождение в центре 25 детей, а в условиях школы 42-й, которая завтра часть из вас коллеги посетит, обучается 78 детей на постоянной основе. И несколько слов, коллеги, о нашем ресурсном центре. Вот то, что вы увидите в ресурсном центре завтра, это творческое, абсолютно профессиональное, даже не осмысление, я бы сказала, переосмысление пространства для детей с аутизмом и максимальное использование идей многофункциональности помещений, заданных национальным проектом. Несколько примеров дизайна решений, которые и есть. Новые технологии находят отражение у нас уже в холлах, в коридорах наших центров. Ребенок с аутизмом с первых минут попадает в яркое пространство, в тактильное пространство, с которым он может взаимодействовать. Этот вот холл, который вы видите, приводят детей в современный кабинет учителя-логопеда, в котором новейшее мультимедийное оборудование есть. И что особенно важно, помещение это зонировано для индивидуальной и для групповой работы, очень комфортно, там очень удобно. Дальше дети передвигаются на следующие занятия по коридору. Школьная стена декорирована с помощью функционального гриппельного покрытия, ростомера, наглядными примерами животного мира. Стена антиватальная, на ней можно писать, рисовать, снимать напряжение, заниматься творчеством. То есть делать с ней все, что угодно. Следующий ресурс на зону дом-салым. У нас это пока единственный в Ростовской области зал с набором подвесных снарядов для занятий по методу сенсорной интеграции и уникальное пространство, где ребенок познает свой внутренний и окружающий мир через движение. Новая сенсорная комната также открывает новые возможности для индивидуальных и групповых коррекционных занятий. Своего рода визитной карточкой нашего центра стало новое пространство ресурсной зоны, позволяющие различными способами взаимодействия с детьми вызывать у них интерес познавательную творческую активность. Вот девочка-косички, мы ежегодно выступаем инициатором различных предприятий по проблемам аутизма в Министерстве образования Ростовской области. Это региональные научно-практические конференции по вопросам помощи детям с аутизмом, региональный фестиваль раскраски жизни и различные акции и протесты. И очень важно, что мы выходим на новый уровень взаимодействия с родителями. В Ростовской области формируется компетентное родительское сообщество, объединенное в рамках в Ахварди и комплексный план по развитию системы помощи детям с аутизмом формировали, в том числе с их участием. Ну вот, коротко, коллеги, о том, что происходит сейчас в Ростовской области, о том, что вам представить и увидеть. Я думаю, что сегодня два дня вы на Донской земле проведете очень профессионально в таком контакте. И мы знаем, что такого рода семинары и профессиональное общение не только в больших аудиториях, но и за пределами дает другие возможности людям. Когда мы знакомимся с друг другом в глазах, мы чувствуем друг друга и делаем наше общее дело уже с другим энтузиазмом и с другими чувствами. Я всем вам благодарна еще раз, что вы приехали. Мы очень рады поделиться своим опытом, всегда готовы ответить на любой вопрос. Ну и ждем вас еще не раз в Ростовской области. Кстати, после таких семинаров, ну, в другую немножко погоду, коллеги уезжают. Мы сегодня с вами это сделаем, Миссарио Чехович, на завтрашний день, чтобы было комфортно. Вот, очень многие начинают утилиться, сколько стоит у нас жилье, какая зарплата в наших учреждениях. Так что я... то, что я намекнула. Миссарио Чехович абсолютно прав. Мы рады вас видеть и в качестве гостей, и в качестве коллег, соропотников, ну, и, возможно, даже в качестве жителей Ростовской области. Спасибо огромное. И, конечно же, основной докладчик Артур Валерьевич. Мы все с удовольствием и с уважением вас. Спасибо вам большое. Я, честно говоря, думаю, что все мои основные докладчики. И здесь второстепенно, честно говоря, сложно выделить. Коллеги, еще раз, значит, всем доброе утро. А теперь прошло 20 минут, уже стал добрый день. Мы все активно в работе. Я хочу сказать следующую вещь. Дело в том, что выезжая в разные регионы и выступая с различными докладами, специально подготовленными, обычно у нас доклады более широкого такого вот масштаба о тенденциях в развитии системы помощи, в развитии детям с аутизмом в Российской Федерации. Сегодня мы подготовились и специально, вот первый наш выездной семинар, подготовили подробную аналитику совместно с Ростовской областью. И, естественно, у нас будет несколько рекомендаций и отмечания очевидных точек роста, очевидных плюсов в развитии системы помощи. Ну и некоторые вещи, которые нужно взять на вооружение не только Ростовской области, но и всем регионам, которые участвуют в нашем сегодняшнем семинаре. Ну, а начать, на самом деле, я хотел бы вот с той картинки, которую вы видите на слайде. Эта картинка, эта фотография моя вчерашняя, когда мы вышли с трапа самолета и пошли по направлению к выходу из аэропорта. Посмотрите, какая визуальная подсказка, замечательная. Для совершенно нормально взрослых, нормально развивающихся взрослых людей. Выход из аэропорта там. Да, и вот этот вот палец, показывающий, куда нужно идти. В этот момент я очень широко улыбнулся, конечно, не мог эту картинку не сфотографировать, и отметил для себя, что абсолютно правильно выбран регион для такой тематики, как индивидуальный образовательный маршрут для ребят с расстройствами аутистического спектра, потому что действительно визуальная подсказка. Я уверен, что архитекторы, проектировщики, дизайнеры не имеют никакого представления о том, что такое аутизм, но вместе с тем они как грамотно, как грамотно они это сделали. Ну и, наверное, впервые в жизни я не запутался, куда нужно идти. Поэтому спасибо большое дизайнерам за такую прекрасную картинку. После этого я в очередной раз убедился о том, что мы правильно выбрали регион для такой тематики. И хочу вам показать еще две картинки. Хорошо, что они у нас не пересеклись, Лариса Валентинна. Это картинка маршрутизации в региональном ресурсном центре Аллы Владимировны. Это тоже совершенно понятно становится любому ребенку, куда нужно идти и зачем. И вот эта маршрутизация, она как раз нам нужна в нашей совместной работе не только в пределах ресурсного центра, но и во всех организациях, которые, конечно, работают с такими ребятами. Теперь от небольшой угодной мы переходим к содержательной части. И я уже сказал о том, что мы сегодня будем говорить о динамике в развитии системы помощи в Ростовской области. Друзья, совместно с Министерством просвещения федеральный ресурсный центр проводит всероссийские мониторинги по аутизму. Вы, наверное, все это знаете. И буквально неделю назад у нас появились последние данные всероссийского мониторинга, которые мы в очень спешном режиме в субботу и воскресенье готовили для сегодняшнего семинара. Цифры будут, конечно, те же самые, о которых говорила сегодня Лариса Валентинна, но они будут поданы немножечко соответственно по-другому, чтобы нам не дублироваться. Посмотрите, общая численность детей с расстройствами аутизмического спектра в Российской Федерации отражена на слайде с левой стороны. И мы видим, что есть некоторая тенденция в увеличении численности детей. Вот в прошлом году она, так сказать, росла стремительно, а сейчас немножечко произошло сглаживание. Вот о чем говорит это сглаживание? Это сглаживание говорит о том, что система здравоохранения, которая занимается выявлением и диагностикой расстройства аутизмического спектра очень навалилась на этот вопрос в предыдущем году. И сейчас уже вот эта выявляемость, она по-прежнему на уровне, но это уже совершенно рабочая ситуация. Мне хочется надеяться, я с системой образования Ростовской области знакома значительно лучше, чем с системой здравоохранения, но хочется надеяться на то, что вот эта скрининговая история, она будет развиваться и в Ростовской области, и в других регионах. Численность обучающихся сразу в Ростовской области. Мы видим тоже динамику за три года, мы видим, что зеленые столбцы, это 2019 год, это абсолютно отражает тоже динамику по Российской Федерации. Большинство детей с расстройствами аутистического спектра у нас сейчас находится на уровне дошкольного образования, на уровне начального общего образования и на уровне основного общего образования. Совершенно не странно, что на уровне начального общего образования и больше всего, как вы догадываетесь, это связано с тем, что введен федеральный государственный образовательный стандарт и очень пристальное внимание к проблеме аутизма началось именно с начального общего образования, а не так, как вообще-то изначально нам хотелось бы с ранней помощью и раннего выявления. Вместе с тем, мы констатируем, что есть, безусловно, динамика, ну и хочется обратить внимание, я повторюсь, вот точно такая же кривая, она по всем регионам Российской Федерации. Я хотел большое внимание обратить на службы ранней помощи, неважно, в какой системе они создаются, они носят межведомственный характер, в системе для образования, социальной защиты или здравоохранения, но очень важно, чтобы раннюю помощь ребята получали и тогда в дошкольном образовании, те, кто из вас работают в системе дошкольного образования, будут получать уже подготовленных к работе детей и к освоению тех самых реально предметных областей, развития в дошкольном образовании. Что касается среднего общего образования, опять же таки, повторюсь, это тенденция по всей России, ее не нужно стесняться, но нужно делать правильные шаги для того, чтобы это преодолевать. Посмотрите, закончилось основное общее образование и большинство детей с аутизмом куда-то у нас пропали, но они пропали еще и потому, что тогда, когда они были маленькие, им диагноз не был поставлен. И сейчас как раз все понятно, что на этом уровне у нас мало диагностированных ребят с расстройствами аутистического спектра. Вместе с тем, посмотрите, сколько много у нас ребят в начальном общем образовании, в основном общем образовании. И как раз очень важно, чтобы была преемственность и чтобы после того, как они выпустятся с уровня основного общего образования, они бы переходили и получали бы обучение и помощь дальше. Безусловно, здесь та связь с ВУЗом, которая есть, она очень важна, потому что очень значительный процент ребят с расстройствами аутистического спектра высокофункциональных, и вот эти высокофункциональные ребята, это как раз те, которые могут получить профессию, самостоятельно работать, самостоятельно жить и, поверьте, быть иногда значительно продуктивнее, чем мы с вами, потому что их возможности хорошо известны. Кремниевая долина в Соединенных Штатах Америки наглядно говорит о том, что ребят с аутизмом могут очень много, и, как ни странно, мы сейчас часто говорим о вопросе прагматичности и экономики, особенно это в Соединенных Штатах Америки начинается, действительно, это очень прагматично, если мы даем возможность людям с аутизмом получать рабочие места, получать образование для получения этих рабочих мест, действительно, они выполняют свою работу на очень высоком уровне, ведь у них есть такая особенность, они хотят завершить киштальт, они хотят сделать аккуратно, они хотят сделать по порядку и непременно завершить свою работу. Далеко не всем нам свойственны такие характеристики, и, наверное, нам есть смысл брать с них пример. Что касается численности обучающихся по образовательным программам, безусловно, мы понимаем, что примерные программы созданы сейчас не для всех категорий детей, я имею в виду уровни образования. В начальном образовании примерные программы есть? Кто коллеги из начального образования, поднимите, пожалуйста, руки. Вам работать, конечно, конечно, проще, есть на что опереться в работе. Кто работает в дошкольном образовании, значительная часть. Ну и, наконец, кто в основном общем? Важно, да, остальные воздержались, да? Я так понимаю, что остальные немножко воздержались. Ну, хорошо, вы еще примите решение в течение этих двух дней семинаров. Так вот, безусловно, ребята попадают в среду самых разных сверстников, и попадая в среду самых разных сверстников, они обучаются преимущественно по программам для этих сверстников. Если они попадают к детям с нарушениями речи, в группы для детей с нарушениями речи, то понятно, что мы констатируем факты. Да, они действительно работают именно по этой программе и получают образование. Что касается динамики, посмотрите, есть рост, очень важный рост в Ростовской области. Все больше детей получает образование именно по программам для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Эта динамика налицо. И что, в принципе, из самых разных регионов. Друзья, нету прямой связи реализуемой программы с той средой, в которой обучается ребенок. Если ребенок попадает в среду для детей с нарушениями речи, это не значит, что он должен обучаться по программе для детей с нарушениями речи. Это значит, что для него разрабатывается индивидуальная адаптированная образовательная программа на основе программы для детей с расстройствами аутистического спектра, которая позволяет ему обучаться и получать свое образование в среде сверстников с другими нарушениями развития. Вот это очень важно понимать. Хорошо. Ну, я, конечно, пользуясь случаем, расскажу несколько моментов о том, какие тенденции сейчас. Уже поговорили, примерная адаптированная образовательная программа для детей начального школьного возраста есть. Что же делать тем, кто в дошкольном образовании работает и в основном общем образовании? Ведь, друзья, через 8 месяцев ваши ребята из начальной школы выпускаются в пятые классы. И нужно понимать, что с этим делать. Два слова о проекте, который ведется Федеральным ресурсным центром под руководством Сергея Алексеевича Морозова по апробации программы дошкольного образования. Я хочу сакцентировать ваше внимание. Вы прочтете эту программу, она довольно объемная, порядка 150 страниц. Но я хочу сказать о самых важных вещах, которые эту программу дошкольного образования отличают от других программ для других категорий детей. Первое, это этапность в освоении программы. Это этапность, первое, это этап ранней помощи, начальный этап, основной этап и пропедевтический этап подготовки к школе. Я долго об этом говорить не буду, у меня времени не так много, 15 минут осталось, но несколько слов скажу. Первое, это ранняя помощь. Ранняя помощь проводится с семьей, то есть специалист работает не просто с ребенком, специалист работает с семьей и в первую очередь с родителями, которые работают в свою очередь с ребенком. второй этап, о котором мы говорим, это этап начальный, ведь вы часто встречаетесь с ситуацией, ребенок с аутизмом пришел в дошкольное образование, что он делает часто, сразу? Истерики. Да, кто-то сказал истерика, кто-то сказал кричит, кто-то сказал не хочет, тем не менее, и вот этот начальный этап, он очень важен, вот за этим начальным этапом стоит коррекционная работа с ребенком с аутизмом. Мы часто в программах прописываем вещи, связанные с развитием речи, познавательной деятельности, моторным развитием. Вопрос, как, когда к вам дошкольное образование пришел ребенок с аутизмом, вы сделаете эти вещи, если у него ярко выраженное дезадаптивное поведение с полностью не сформированными социальными навыками, с полностью не сформированными коммуникативными навыками? Ответ очень прост. Вы никак это не сделаете. Поэтому начальный этап дошкольного образования, он как раз направлен на проведение коррекционной работы, которая полностью подготовит ребенка к тому, чтобы он осваивал уже основные предметные области. Это момент очень важный. И рекомендую вам не стесняться при разработке индивидуальных программ для детей постановки таких целей, как коррекция дезадаптивного поведения, формирование стереотипа учебного поведения, формирование базовых социальных навыков. Это совсем не стыдно. Это говорит о том, что вы хорошо знаете, что вы делаете с этим ребенком. Основной этап понятно, мы стремимся, чтобы он преимущественно проходил в групповой форме и, конечно, пропедевтический этап, это этап подготовки к школе. И здесь сильно отличается программа от других программ, потому что мы понимаем, что при подготовке к школе очень желательно у детей с аутизмом есть склонность к структурированным видам деятельности вообще, мы с вами это понимаем. И очень важно, как раз, используя вот эту область сильную детей с аутизмом, их уже заранее готовить школу в ходе учебной деятельности. Мы знаем, что в стандарте дошкольного образования вот этого понятия учебной деятельности для детей обычно нормально развивающихся нет. Но очень важно опираться на это и готовить, и формировать тот же самый стереотип учебного поведения, и обязательно знакомить его с учебными заданиями, которые в следующем году он будет получать в школе. Это существенно улучшит и упростит его адаптацию в следующем году, когда он поступит в первый класс. И в результате те педагоги, которые работают в ваших школах, а я хорошо понимаю, что именно на этой пленарной части у нас собрались в первую очередь руководители, наверное, конечно, это нужно иметь в виду. Следующий момент я сказал про коррекционную работу, акцент на подготовке детей к школьному обучению. Это вот этот самый учебный компонент. Я про него тоже сказал. Дальше. Индивидуализация работы на основе оценки уровня развития ребенка. Расстройство аутистического спектра очень широкая область расстройств. Причем, чем дальше, тем она будет шире. О чем это нам говорит? О том, что дошкольное образование, оно как раз позволяет в содержании сделать максимальную индивидуализацию. Благодаря тому, что в дошкольном образовании у нас нет четких ориентир есть, но нет четко установленных планируемых целей, которые все дети должны достичь к концу дошкольного образования. Благодаря отсутствию вот этих жестких рамок у нас есть возможность содержание образования адаптировать в максимальной степени под каждого ребенка. Это происходит на основе очень детальной психологической, педагогической диагностики его навыков. Ориентировка на классификацию ДСМ-5 это очень важно, потому что как нам разграничить эту большую категорию людей с аутизмом. Есть разные классификации, но классификация ДСМ-5 позволяет нам выделить три уровня детей, нуждающихся в различной поддержке. И вот либо он чуть-чуть нуждается в поддержке, либо он умеренно нуждается в поддержке, либо он нуждается в поддержке очень сильно. И в зависимости от того, какую группу в дошкольном образовании мы отнесли такого ребенка, мы понимаем, что дальше какие условия для него нужно создать. И интенсивное тьютерское сопровождение, и максимальная индивидуализация расписания работы с этим ребенком, и так далее. Хорошо. И, наконец, очень важно это разнообразие методических подходов и методов работы. Мы все чаще сейчас слышим о том, что существует один единственный метод работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, или группа методов, объединенных в рамках одного подхода, и очень важно, чтобы именно этот метод продвигался в нашей с вами работе. Пользуясь случаем, что здесь самые разные представители самых разных регионов, хочу в очередной раз подчеркнуть официальную позицию Федерального ресурсного центра, нету и никогда не будет одного единственного правильного метода или подхода в работе с детьми с аутизмом. Под каждого ребенка, в зависимости от его особенностей, подбираются приемы и методы работы из самых-самых-самых разных подходов. Да, у тех или иных подходов есть больше или меньше доказательства эффективности. На настоящий момент в будущем эта ситуация сравняется. А вот индивидуально каждому нужны совершенно разные стратегии. И самые разные стратегии нужны в работе с одним и тем же ребенком. Продолжая разговор про... теперь эта программа дошкольного образования она уже апробируется и очень скоро она будет утверждена по всем имеющимся у нас правилам и она будет доступна для всех специалистов. Уже сейчас она доступна на сайте Федерального ресурсного центра, правда, в проектном варианте. Что же делать тем, кто идет в основное общее образование? Что делать учителям и другим педагогам, которые будут работать с такими ребятами? Сейчас совместно с Институтом коррекционной педагогики Федеральный ресурсный центр совместно с инклюзивными самыми продвинутыми школами России готовят программу основного общего образования. Я только в номинативном порядке хочу озвучить самые важные вещи, которые в эту программу войдут. Первое. Это будет программа для детей, которые в начальном образовании учились по программе 8.1 и 8.2. Очень важно, что сроки реализации программы уже в основном образовании будут разные. Для детей, которые учились по программе 8.1, это будет те 5 лет, которые нам хорошо знакомы. Для детей по программе 8.2, дальше они будут обучаться, у них будет возможность обучаться до 6 лет на этом уровне. Следующий момент. Планируемые результаты. Те, кто обучались по программе 8.1, планируемые результаты будут практически нормативные. Те, кто обучались по программе 8.2, но есть вещи, связанные с оценкой социальных подтекстов, например, в литературе. Это очень трудно достижимый результат. Он будет упрощен для тех детей, которые учились в начальном образовании по программе 8.2. И это принципиально важно. То есть будут немножко отличные планируемые результаты. Следующий акцент на программу коррекционной работы, которая будет осуществляться через два коррекционных курса. Как вы видите, их название на экране это развитие коммуникативного поведения. Социальные дефициты никуда не деваются при расстройствах аутистического спектра, поэтому важно реализовывать эту программу. Следующие индивидуальные и подгрупповые коррекционно развивающие занятия. И эта программа будет направлена уже не на дефициты ребенка с аутизмом, она будет направлена на то, чтобы если у ребенка трудности в освоении программы по предметным областям, чтобы, друзья, психолого-педагогическая команда, психологи, дефектологи, логопеды, а также другие специалисты работали как раз дополнительно над тем, что у ребенка не получается в освоении программы. Таким образом, вся коррекционная работа делится на две части. Первая это социальные и коммуникативные дефициты, вторая это преодоление трудностей в освоении предметного материала. Также вы видите, что там будут специальные, там уже есть в проектном варианте программы уже существует, специальные требования к учебным предметам, и там как раз для учителей, которые получают такого ребенка себе в класс, очень важно увидеть, какие у детей есть дефициты, какие есть сильные стороны, и как дефициты преодолевать. Все способы преодоления дефицитов, эти вещи, они тоже заложены в этой программе. Кроме того, мы видим, что учебный план, примерный учебный план, он также, как в начальном общем образовании, будет включать 5, не менее 5 часов коррекционной работы, и в целом порядка 10 часов, не меньше 10 часов внеурочной деятельности, 10 занятий в рамках внеурочной деятельности, ну и, конечно, специальные условия проведения оценочных процедур. Таким образом, к 1 сентября у педагогов, работающих на этом уровне образования, появится подсказка, скелет программы, на которой они смогут ориентироваться и обучать детей с аутизмом. Численность обучающихся сразу в Ростовской области по формам обучения, посмотрите, растет число детей, которые обучаются в очной форме, это очень хороший показатель, потому что именно к этому, собственно говоря, мы все и стремимся. Существуют вариативные модели организации образования, вы их хорошо знаете, и сегодня я опять об этом скажу, поскольку индивидуализация образовательного маршрута наша тема, и так от индивидуального обучения на дому до полной инклюзии. И на каждом уровне, как я уже сказал, существуют механизмы вот этой вот самой индивидуализации. Когда-то Федеральный ресурсный центр, когда сменялась система оплаты труда, у нас было 24 ребенка на индивидуальном обучении на дому. И мы в один прекрасный момент поняли, нас прижала подушевая система финансирования. И мы прекрасно поняли, что мы не справляемся по финансам с такой численностью ребят, которые обучаются на дому. Тогда команда административная очень внимательно посмотрела на эту историю, так сказать, через бинокль, подзорную трубу, микроскопы и другие инструменты. И мы поняли, что из этих 24 детей при правильно созданных условиях 20 не просто могут обучаться в условиях класса, а для 20 показанных обучаться в условиях класса. Вот это очень и очень важный момент. Если вы внимательно посмотрите на тех детей, которые индивидуальное обучение на дому сейчас получают в ваших организациях во всей России, то вы поймете, что эту индивидуализацию можно сделать по-другому и в условиях школы. И, конечно, очень важно, когда мы говорим об этих формах организации образования, я этот слайд дублировать не буду, уже показывала сегодня Лариса Валентиновна, очень важно то, что даже тогда, когда у вас ребенок на индивидуальном обучении на дому, вот реально очень небольшая численность детей с расстройствами аутистического спектра, для них это нужно. И это в основном связано не с трудностями дезадаптивного поведения, а с их соматическими состояниями. Например, им нужны инсулиновые уколы, да, постоянные систематически, что не может, например, что труднее сделать, что воля. Понимаете, вот о чем речь. А детям с расстройствами аутистического спектра, у которых принципиально важно работать с социальными дефицитами, не включение их в среду сверстников, это, ну, это серьезный промах в нашей работе. И очень важно, что те надомники, которые сейчас есть в Ростовской области, мы вчера разговаривали с Вероникой Владимировной, что большая часть, числясь официально на дому, все-таки имеет возможность приезжать в школу и получать эту социализацию и привыкать к учебным, школьным условиям. Это очень важно, что Ростовская область обеспечивает такую возможность. Я обещал, что я не буду дублировать, кое-что я пропущу. А вот это важный слайд. Это слайд о нормативных коэффициентах, поправочных коэффициентах финансирования, обучающихся с аутизмом. Посмотрите, Ростовская область не является нефтегазовым регионом, это безусловно. Но даже не в нефтегазовом регионе есть возможности продвижения поправочных, корректирующих коэффициентов финансирования. Это крайне важно, потому что те специальные условия, о которых мы сегодня будем говорить, завтра будем говорить, эти условия невозможно создать без дополнительного финансирования. И как раз наличие вот этого коэффициента, посмотрите, в начальном образовании 7. С нашей точки зрения более-менее сбалансированным является 5. Здесь даже 7. Вот этот коэффициент позволит всем муниципальным школам беспрепятственно сделать индивидуализацию образовательного маршрута без индивидуальной надомной формы обучения. Ну и, конечно, что касается сельских школ, я думаю, что здесь тоже есть смысл, конечно, увеличивать этот коэффициент. В дошкольном образовании он 4,8, то есть порядка тех 5, о которых я говорил. Коллеги, нужно брать эту ситуацию на вооружение. Повторюсь, без корректирующих коэффициентов финансирования система развиваться не будет. Можно только одним корректирующим коэффициентом, потому что это отсутствие мотивации. Если у школы, ну что же мне брать без коэффициента финансирования ребенка с аутизмом, которому я должен сделать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, если я могу взять обычного, нормально развивающегося сверстника, получить те же самые деньги и вообще не брать в штат дополнительных специалистов, не обеспечивать тютерское сопровождение и не морочить себе голову. Так вот, действительно, если нету этого коэффициента, то у всей системы нету никакого стимула для принятия детей с аутизмом в свою школу. И тогда никакие административные решения на уровне губернатора не помогут это сделать. Численность детей сразу получающих сопровождение специалистов. Очень важно, и об этом Лариса Валентиновна говорила, что растет численность детей, получающих помощь. Посмотрите, очень многие охвачены психологическим сопровождением, очень многие охвачены помощью логопеда. На что хочется обратить внимание? Хочется обратить внимание на тютера. Вот, действительно, посмотрите, рост за последний год в 4 раза. Это говорит о том, что пристальное внимание в Ростовской области как раз уделяется тютерскому сопровождению. Но нам всем нужно понимать, что в этой самой тютерской поддержке и особенно в общем образовании, в инклюзивном образовании значительно больший процент детей нуждается. И я думаю, что всей России и есть смысл над этим работать в обязательном порядке. И два слова. Это последний слайд о ресурсной поддержке Федерального ресурсного центра. Кто-то с ними знаком, но я вижу очень много новых людей, которые не знакомы. Что мы можем для вас сделать полезного? Как раз это займет последние 5 минут, о чем я и говорил. Первое. Это сопровождение регионов. Сейчас не со всеми регионами у нас заключены соглашения. И в рамках этих соглашений, когда с регионом он заключается, в рамках этих соглашений мы помогаем строить сеть региональных ресурсных центров по всей России. И днем, и ночью, в любое время суток нам может позвонить руководитель регионального ресурсного центра из любого министерства и сказать, помогите нам в решении этого вопроса. Как нам лучше здесь поступить? И регион будет получать такую поддержку в разумные, конечно, сроки. Я не беру трубку с 12 ночи до 6 утра. Хотя это невероятно удобно для Амурской области, например, или Сахалина. Тем не менее, такая возможность есть. И в рамках этого сопровождения регионов мы обучаем специалистов региональных ресурсных центров, которые являются центральными точками в регионах для развития этой системы помощи. Также это консультации специалистов, консультации семей, интенсивные курсы для семей и другие интересные вещи. Обучение специалистов. Есть несколько программ повышения квалификации в Федеральном ресурсном центре. По государственному заданию, по нашему, мы также каждый год, два раза в год, Министерство просвещения вместе с нами рассылает информационное письмо. И мы на эти курсы, на бесплатное обучение, берем специалистов из разных регионов. И получается, что в год мы обучаем до иногда шести специалистов из регионального ресурсного центра бесплатно. В ситуации, если открытые наши форматы, это семинары, это вебинары, в которых можно участвовать и получать эту полезную информацию. Приезжать или дистанционно. У нас всегда идут трансляции. Если регион какой-то заинтересован при езде специалистов регионального ресурсного центра, это возможно, обучение на таких семинарах под заказ, формируется программа под заказ, абсолютно реально, но это уже в рамках небюджетной деятельности федерального ресурсного центра, не включенные в государственные задания центра. Консультативно-диагностическая деятельность. Я на этом, пожалуй, даже и завершу. Россия очень неохотно по каким-то причинам пользуется нашими возможностями. Повторюсь, у нас на сайте федерального центра, если вы посмотрите на экран, на любой странице вот здесь есть такой прямоугольничек синий, постоянно плавающий, который называется «Задать вопрос». На нем так и написано. Вы можете задать самый любой вопрос, относящийся к тематике аутизма. Вы можете, нажав на этот треугольничек, получить консультацию дальше по вашему запросу, по скайпу, по электронной почте, по телефону. Ее может получить специалист, ее может получить родитель. Самые разные люди, которые заинтересованы в этом. И все это, друзья, заведено в наше государственное задание и абсолютно бесплатно для тех людей, которыми этим пользуются. Поэтому я предлагаю вам не стесняться, я предлагаю вам пользоваться этими возможностями, а мы, в свою очередь, обязуемся внимательно отнестись к каждому вашему запросу. Собственно говоря, у меня на этом все. Я надеюсь, что мое выступление было полезным. И еще раз удачной нам с вами работы в эти два дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Артур Валерьевич. Я регионально администрая участия в такой организации родителей детей-инвалидов очень плотно работает с председателями ВАРД и Кулачко Еленой Юрьевной. И, конечно, она оказывает большое влияние на развитие нормативной базы в части расстройства аутистического спектра. Скажите, у нас эта история готова к заводску, да? Спасибо. 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Богородникова. Я являюсь исполнительным директором региональной общественной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра контакта. И я являюсь также членом Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в АРДИ. От имени и по опыту этих двух организаций я хотела бы вам сегодня рассказать о влиянии родительских организаций на текущее изменение в законодательстве и о правовых основах организации образовательной деятельности детей с РАС, на которые мы тоже как родители весьма существенно влияем. Мне очень жаль, что я не смогла лично присутствовать на вашем замечательном форуме. Я поздравляю вас с тем, что у вас есть возможность обсуждать столь важные темы. И, насколько я могу заметить, Ростов уверенно движется в направлении улучшения качества оказыванной помощи и образования детям с расстройствами аутистического спектра и с другими зоологиями. Я надеюсь, что помимо моего видео выступления вам будут доступны и презентации. В крайнем случае ее можно скачать на нашем сайте для того, чтобы вы могли с ней ознакомиться, поскольку она содержит ссылки на различные нормативные документы, которые могут вам пригодиться в работе, а также на некоторые образовательные проекты, которые вам тоже могут пригодиться. Своё выступление я хотела бы начать с прав родителей ребенка с ограниченными возможностями вообще, не только с аутизмом. Потому что надо сказать, что, несмотря на наличие некоторой специфики, все же все наши права более-менее одинаковы и, в общем-то, защита этих прав и форма защиты этих прав также более-менее одинаковы. Поэтому, в общем-то, все, что я буду говорить, касается и детей, и родителей с аутизмом, и любых других родителей детей. Фраза «Ничего для нас без нас», которую вы, несомненно, наверняка неоднократно слышали, означает не только, что лучше нас никто не знает проблем наших детей. Она означает также, что пока мы не заявим об этих правах, пока мы в каких-то случаях не начнем их решать сами, права будут либо нарушаться, либо просто не соблюдаться. Таким образом, мы сначала с вами обозначим, какие у нас есть права связанные с образованием ребенка с ОВЗ, а потом посмотрим, каким образом они могут быть защищены. Итак, решение о получении ребенком статуса инвалида или статуса ребенка с ОВЗ, получаемого при заключении по МПК. Несомненно, это выбор родителя. Выбор образовательного учреждения, куда отдать ребенка. И это тоже выбирает родитель. выбор моделей обучения, инклюзия, интеграция, коррекция, ресурсные классы и так далее. Все это тоже лежит на врачах родителей. Также выбор родителей соблюдателей и выполняют рекомендации по МПК. И очень важное право родителя и выбор, который он делает, это участие в общественном государственном управлении школы, управляющих советах. Не знаю, насколько такая форма управления школы распространена у вас, в Москве, это обязательно для каждого образовательного учреждения, и все они имеют управляющие советы и в той или иной степени родители детей с ограниченными возможностями в управлении школой участвуют. Чтобы это было не номинально и неформально, тоже нужно предпринять некоторые усилия. Наш департамент пошел на встречу и необходимость включения в состав управляющих советов родителей с ограниченными возможностями была озвучена на бомбе селекторов вводитель департамента ИСАК Лосиченко родной, после чего в советах управляющих советах школ такие родители стали появляться. Согласно Конституции каждый имеет право на образование и если у ребенка есть такое право, то у родителей есть к этому праву коррелирующая обязанность. Обязанность дать и обеспечить ребенку надлежащее образование. Поэтому в данном случае мы выступаем не только как представителя ребенка, который на стороне из-за того, чтобы ребенок получил все необходимое, но мы можем требовать и настаивать на том, чтобы надлежащие специально образовательные услуги были созданы. услуги заявительные. Поэтому обязательно о своем праве, о праве ребенка нужно заявить. А способ общения с любыми государственными органами в массе своей основной у нас с вами письменный. Не забывайте об этом, пожалуйста, когда вы начинаете какие-то переговоры. Основной настрой при этом у вас должен быть обязательно конструктивным, потому что мы идем не воевать, мы идем договариваться и мы всегда предполагаем, что на другой стороне находятся люди, готовые с нами договариваться, разговаривать и создавать то, что нужно в нашем деле. На четвертом слайде моей презентации я бы хотела вас познакомить с некоторыми тенденциями, которые есть в изменении в законодательстве касающихся детей с ОВЗ и взрослых с ОВЗ и, естественно, касающихся в полной мере детей с аутизмом. Также вы знаете, что у нас исчезла категория детей необучаемых из законодательства. Это понятие больше не существует. Все дети обучаемы, все имеют право обучаться. И направление работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, которые всегда системы образования были, которые были в системе образования не так заметны. Сейчас поднято на новый уровень. у нас есть федеральный ресурсный центр, который работает с детьми с тяжелыми множественными нарушениями и обучает специалистов всей страны, как с ними работать. Это очень важная вещь. Усиление роли общественных организаций, экспертов изменения законодательства и как в самом изменении самого законодательства, так и в исполнении. У нас увеличивается роль и увеличенность родителей в образовательный процесс, увеличивается роль общественных организаций и НКО. Постепенно увеличивается и темп изменений законодательства, об этом мы сейчас с вами поговорим отдельно чуть позже. Они приводятся в соответствии с международными стандартами и это тоже очень позитивная тенденция. Увеличивается роль общественного контроля за качеством образования, увеличивается роль независимых профсоюзов. Это, возможно, известно и очень полезно для педагогов и специалистов, работающих, в том числе и с ограниченными возможностями. Происходит унификация и цифровизация документов. Это тоже очень важно. И ПКМС постепенно переходит на единые формы и переходит к электронному учету. Это важно для создания различных реестров и базов. Расширяется также роль сетевого взаимодействия. И если говорить про направление, в котором идет развитие законодательства, то вслед за новым законом образования было предназначено федеральные образовательные стандарты в честь ОВЗ. Сейчас разрабатываются программы для средней школы, адаптированные программы для средней школы. Принята концепция ранней помощи в Российской Федерации и идет работа над различными нормативными мякетами, которые были взяты в работу именно с подачей родительских сообществ. Это и поддерживаемое проживание, и распределенная опека, и реформа к НИИ, и включение некоммерческой организации в оказание соц. услуг. В общем, самое напряженное, большое и успешное в большом объеме работы. Работа родительских организаций ведется на самых различных уровнях. И это работа с федеральными органами власти и с региональными органами власти. Если говорить о задачах, то это и обратная связь, мониторинг осуществления правовых норм на местах и артикулирование системных запросов на основе выводных проблем. Само выявление противоречия в нормативной базе, создание и совершенствования региональной и федеральной базы, и в том числе изменение механизмов подшевого финансирования, о чем я тоже хотела бы сказать чуть позже и отдельно. Это очень важная часть. Также это участие и работа инновативных и других сопряженных проектов, таких как, например, кузильная молекула в Москве, ресурсные школы, ресурсные классы, автономные или коррекционные классы, это защита прав родителей в конкретных кейсах, высшение уровня доверия между органами власти и родительским сообществом, совершение и совершенствование механизмов обеспечения спецотворения на региональном уровне, это работа с ЧНПК, МСЭС и так далее с медиками в том числе. Обеспечение межведомственного взаимодействия вопросов создания спецусловий тоже порой касается и находится в руках непосредственно родительских организаций, это тоже очень важный аспект. Анализ практики создания спецусловий и транслят для позитивного опыта других регионов и стран, о чем мы тоже с вами еще буквально через минуту поговорим. Начнем буквально с первого пункта. Если мы говорим о мониторингах, о том, что мы представляем интересы как организация, мы представляем интересы не только своих детей, но и других детей, чьи интересы нужно защищать, то прежде всего мы обращаемся к области всероссийской организации детей-инвалидов. Одни из самых масштабных подробных регулярных мониторингов проводит именно всероссийская организация. Один из таких мониторингов прошел в прошлом году и его результатами отчасти я хотела бы поделиться не только результатами самого мониторинга, но также и результатами его представления в Министерстве просвещения. Вы сами сможете оценить, какую значимую роль сыграли в изменении в законодательстве родительской организации. Итак, данные этого мониторинга были по 67 регионам. Вопросе принял участие 92% родителей и школьников. Примерно для 50% образовательных учреждений не разработана адаптированная программа и разработана частично. Специальные образовательные условия созданы в 29% случаев. 26% детей не получали коррекционную помощь, указанную в заключении ПСБК, а для 45% объем этой помощи был недостаточен. Какие вопросы поднимались в этом мониторинге? Если говорить коротко, то это организация дошкольного и школьного образования лиц с увозой инвалидностью, удовлетворенность услугами ПСБК, инклюзивное образование, количество и качественные показатели создания специальных условий образования, обучение детей с РАС, специальное образование детей с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями, обоснованность вывода детей с увозой для инвалидов на надомное обучение и количество предоставляемых часов надомного обучения, что является общей проблемой регионов, потому что в среднем это в лучшем случае 8. Напомню, что количество часов на дому, количество часов в классе подпадает. Качество питания детей-инвалидов также было рассмотрено в рамках обеспечения этого металлока и многие другие вопросы. Хочу обратить ваше внимание на слайд характера нарушений. Если вы видите на экране презентацию, если нет, то скажу. Самый длинный столбик это эмоциональные волевые нарушения и рас. Почти такой же длине это интеллектуальные и речевые. То есть структура нарушений понятно. Большинство, то есть основную массу все-таки составляют именно дети с расстройствами аутистического спектра и в общем-то поэтому им и в рамках мониторинга и в рамках нашей работы уделяется достаточно большое внимание. По результатам мониторинга 5 декабря 2018 года стояла встреча представителей Варди в Министерстве Просвещения статья Библина-Синюгинга. И по результатам этой встречи в том числе после представления этого мониторинга Министерство Просвещения предприняло ряд очень важных шагов. В ходе встречи были предложения об уточнении в нормативной базе для того, чтобы не было различных трактовок регионами и образовательными организациями функционала титера ассистента помощника. Для исключения разночтения на местах принято Министерство Просвещения и РФ. И реализовано в виде письма. Это письмо будет представлено на одном из ближайших парня. Среди организационных вопросов, таких как переполненность классов групп, отсутствие коррекционных классов групп, на первом месте запрос родителей на открытие ресурсных зон или классов для детей с РАС. Варк со своей стороны озвучил предложение направить регионные методические рекомендации по организации такой формы обучения и получил поддержку со стороны министерства. Разрабатывается комплект документации, описывающей данную форму обучения и он согласован с министерством оборудования. По результатам встречи в министерстве просвещения было дано поручение в регионы о проведении широкомасштабного мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь вы видите поручение министерства просвещения и обращения в регионы, в котором содержится также помимо указания провести мониторинг, рекомендация провести встречи с региональными отделениями Всероссийской организации родителей детей инвалидов и подключить их к работе. На слайде 11 у нас представлены результаты этой встречи, одним из которых является письмо Министерства просвещения Российской Федерации 20 февраля 2019 года о сопровождении образования обучающихся с ОВЗ инвалидностью, в котором очень подробно, очень хорошо и понятно разъяснены все нюансы и все вопросы, которые возникали в связи с введением в школах ставок тьютера, ставок ассистента, в чем разница, в чем их, какие у них есть знания и умения, какими они должны быть знаниями и умениями обладать. В связи с тем, также хочу обратить внимание, что про стандарт тьютера это более ранее изменение также усиления родителей, родительской общественности, родительских организаций, про стандарт тьютера внесли строчку о том, что тьютер обязан знать и уметь использовать прикладной анализ поведения и бей. Эта строчка есть приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 10 января 2016 года вытверждение профессионального стандарта в области воспитания. В самом письме Министерства просвещения, о котором мы сейчас говорим, есть важная фраза, потому что это не следовало ранее из-за других формативных факторов. Звучит она так. Одним из специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья является предназначение блока-ассистента в комочках помощника, оказывающего обучающим необходимую техническую помощь и в комочках или тьютерах. Таким образом, тьютер и ассистенты также признаны с официальными образователями. Следующей темой является финансирование образования. И, начиная с финансового слайда, мы с вами очень немножко затронем эту тему. Финансовая основа образования это подушевое финансирование. И лежит она на собственно находится введение органа власти субъекта. Соответственно, подушевое финансирование это ключ к образованию детей с ограниченными возможностями. и самое главное, что я хочу сказать, помимо того, что Министерство образования издало приказ 1040 модельной методики расчета подушевого финансирования, Всероссийская организация родителей детей инвалидов и конкретно родители города Волгограда занимаются тем, что они создали методику расчета, позволяющую учитывать все программы и все другие обстоятельства справедливым образом с учетом всего федерального законодательства. На 13-м слайде у вас есть ссылка на вебинар расчет коэффициентов подушевого финансирования для детей с ОВЗ «Опыт Волгограда», где автор этой методики расчета Ольга Седых представляет эту методику, обучает регионы. то, что можно, нужно и важно брать, делать с этой дорожной карты вместе с властями региона и потихонечку внедрять вашу повседневную жизнь. Сказать о ресурсных классах, потому что от начала и до конца, от момента привезения их в Россию и до самого вообще последнего момента и сейчас все это является исключительной заслугой родителей и родительских организаций. Начиная с того, что привезена эта модель была в Россию родителями, внедрена родителями, методически описана родителями и Министерство просвещения и Министерство образования все нормативные документы, которые выпускали по этому пункту, также они выпускали с подачи родителей в сотрудничестве с ними. Я хочу отметить письмо Министерства образования и науки от 7 июля 2017 года о направлении информации, в котором собственно как раз говорится о том, что модель ресурсный класс обеспечивает право на образование любому ребенку и позволяет организовать обучение соответствующее потребностям каждого ученика в наименее ограничивающей среде в полном соответствии со всеми конвенциями международными и законами Российской Федерации. У нас коротко представлена информация об автономных классах в форме достаточно новой для нашей системы образования, также продвигающейся в правительстве и она будет описана, я думаю, представлена и в Минеральном ресурсном центре, и затем экспертному совету по разу, премьерское посвящение, тихонечку опишется и также будет введена в наше законодательство, как уже достаточно прочно в это законодательство вошла такая форма, как класс ресурсов. Я хочу обратить ваше внимание на прикладной анализ поведения, это также одна из ближайших наших целей, сделать так, чтобы в сферу образования прикладной доступен к применению самым широким кругом педагогов, и это одна из задач, которые нужно решать. Я бы хотела сказать, что родителями проделана огромная работа, родительские организации продолжают эту огромную работу, и в частности некоторые результаты их трудов вы можете использовать в своей работе для своих детей, или для детей, которых вы учите уже сейчас. Я хотела с вами поделиться некоторыми ссылками прямо-таки на курсы повышения квалификации, которые вы можете пройти для работы с детьми и сразу и отдельно обратить ваше внимание, что Федерального Ресурсного Центра по Тяжелому Множественному Нарушению, которого я нагляд приписала к родительским организациям, есть конструктор СИПР, не могу об этом молчать, потому что это очень важно, и он позволяет конструировать СИПРы, ну, в общем-то, даже силами самих родителей, не говоря же о том, что он очень в помощь и педагогам. Есть у нас курс «Включи меня», касающийся построения ресурсных классов, есть прекрасный курс Ирины Полешовой и Полины Багара, ссылки у нас здесь на слайде есть, если вам это нужно, все необходимые аккредитационные документы, естественно, у всех курсов есть. И совершенно открытый бесплатный канал с разными неполезными материалами, касающимися обучения детей с расстройствами астетического спектра есть у нас у правового контакта. Коротко, несколько ссылок на вебинары, как родители построят конструктивный диалог со школой, организации ресурсных зон и классов. Мы проводили два таких вебинара вместе с РО и Перспектива, которые широко известны, как одни из первых организаций наших инклюзий в нашей стране. Про систему коммуникации рассказывали наши специалисты. Был также вебинар «Нефункциональный разговор на уроке». Все это лежит в открытом доступе, и вы можете посмотреть. И, безусловно, один из самых таких важных и популярных вебинаров это вебинар, посвященный прикладному анализу поведения специалистам и родителям. Кому нужна АПО, зачем, почему и как. Отдельно хочу сказать, что большая, огромная роль родителей также в адаптации материалов для обучения детей с расстройствами астетического спектра. И я представляю вашему вниманию минимум два таких материала. Один из них методические рекомендации вышел при нашей поддержке. И материалы для первого класса по всем практическим предметам адаптированы вместе с педагогом, который учит ребенка, одной из наших мам. Это Виктория Пенькова и у есть практически полный сейчас на текущий момент полный курс всего первого класса адаптированный для ребенка с программой 8.2. Этим тоже можно и нужно пользоваться. Отдельно хочу сказать, что такой большой площадкой для прикомления самыми последними достижениями в области аутизма является фестиваль «Люди как люди», который в этом году будет уже восхватить четвертый раз и с этого года под эгидой Барди становится всероссийским. Приглашаю вас принять участие как в качестве площадок вашей организации и родителей в качестве участников приходить как ознакомиться с какими-то самыми новыми методиками возможностей людей сразу и предлагать и приносить то, что вы знаете умеете и можете. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада вашей взаимодействии с вами в дальнейшем. Здравствуйте уважаемые коллеги. Очень приятно видеть здесь не только знакомые лица. Очень приятно что мы здесь сегодня встретились еще с другими регионами России. Я уверена что вы во время перерыва и вас сейчас в обсуждениях вы еще ближе познакомитесь что будет способствовать повышению уровня работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Ну а если говорить именно о системе работы то она начиналась как говорила уже Лариса Валентиновна в 2009 году когда открылся региональный ресурсный центр по сопровождению инклюзивного образования. Первые дети которые к нам пришли это были дети с расстройствами аутистического спектра. Если кто помнит 2009 год на тот момент практически не было никакой ни литературы ни курсов ничего. Вот так началось наше знакомство. И естественно мы начали погружаться в этот вопрос мы начали погружаться в эту проблему не люблю слово проблема именно вопрос начали погружаться что стало планомерным решением когда мы провели первый мониторинг в 2017 году который показал о том что назрела необходимая вот такая вот уже просто необходимость создать комплексную систему помощи детям с расстройствами атистического спектра и тогда министерство образования на базе 42 школы был открыт региональный ресурсный центр почему именно на базе 42 школы потому что именно там был накоплен наибольший опыт работы с детьми с аутистическим спектром расстройств министерством образования были выделены специально 14 ставок и было выделено дополнительное финансирование именно на работу регионального ресурсного центра направление деятельности ресурсного центра представлены на слайде я хочу сказать что основная наша задача это детальный анализ уже созданных специальных условий обучения детей с расстройством аутистического спектра подготовка предложений по оптимизации работы в муниципалитетах и обучение специалистов хочу сказать о том что вся школа сейчас у нас работает в режиме ресурсного центра у нас обучается 78 детей которые непосредственно обучаются в школе и вот ведется это психолого-педагогическое сопровождение и 25 детей это отбираются наиболее тяжелые дети которые мы прекрасно понимаем на местах не сможет оказаться помощь а остальным детям мы готовы и мы оказываем помощь специалистам которые работают с этими детьми когда к нам обращаются родители мы всегда задаем вопрос придет ли вместе с родителями вместе с семьей придут ли специалисты которые работают с этим ребенком вопросы разные но мы работаем и в этом направлении ресурсному центру всего три года но за это время нам удалось сформировать команду заинтересованных специалистов это действительно люди которые горят которые глубоко погружены в этот вопрос и которые стараются искать новые методики осваивать новые узкие какие-то подходы причем это действительно приходят люди сами с предложениями там-то у нас такой-то семинар там-то у нас такие-то курсы и вот тоже так ремарка я хочу сказать что именно наиболее знаете такой системный подход наши специалисты получают впервые на курсах в федеральном ресурсном центре это системный комплексный подход после этих курсов когда приезжают специалисты они говорят у нас выстроилась все по полочкам да там охватывается очень много вопросов но это выстраивается в логичную устроенную систему кроме того нам удалось расширить перечень услуг услугами ранней помощи и диагностика консультативным обследованием мы нашли партнером не только среди образовательных учреждений но и среди родительских организаций что очень помогает в создании именно комплексной работы с детьми с расстройством аутистического спектра вот вы знаете мы когда проводили анализ мы поняли что в принципе у нас все ресурсы они есть у нас есть 124 детских садов и 243 школы которые участвовали в программе доступная среда то есть они были оборудованы и специалисты прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и где застрагивался вопрос обучения именно дикий и сразу причем очень глубоко затрагивался были обучены специалисты эти школы получили специальное оборудование в вузах идет подготовка 21 ППМС центр с которыми мы очень тесно сотрудничаем и они работают они функционируют полноценно 29 коррекционных школ не во всех но в очень многих школах обучаются дети с расстройством аутистического спектра и получается что вот это все есть но когда доходит дело до конкретного ребенка не срабатывают все эти разрозненные ресурсы они не работают на конкретного ребенка на конкретную семью и наша задача как раз таки создать создать такие условия чтобы все эти ресурсы четко и чутко реагировали на запросы и на проблемы конкретного ребенка и конкретной семьи Образовательные организации сопровождаются на разных уровнях и на разных этапах. Мы подключаемся. Как говорила Лариса Валентиновна, у нас действительно это серьезная проблема, что много детей обучаются на домашнем обучении. И именно эту задачу мы поставили перед собой в мае месяце прошлого года. И началась плотная работа с детскими садами, где были определены целевые группы выпускников. Где были запросы, наверное, присутствуют у нас из дошкольных учреждений, вы помните, что были очень детальные, четкие запросы, кто работает с ребенком, где находятся эти дети, в какую школу они собираются идти и готова ли та школа к приему этих детей. И именно это уже позволило нам выделить такие вот болевые точки, территории, с которыми мы плотно отработали. И это помогло в том, что очень многие дети изначально не пошли на домашнее обучение, они пошли в классы. И сейчас мы работаем с этими школами для того, чтобы эти дети не вышли на домашнее обучение на первом же годе обучения. Сопровождение отдельных муниципальных учреждений приводит к действительно повышению уровня оказания специальной помощи этим детям. Но тогда у нас не получается работы всей системы. Каждая семья не получает эту помощь в шаговой доступности. И поэтому мы в этом году начали работать с 55 регионами, муниципальными системами. Каждый муниципалитет, он обладает абсолютно своей структурой, своей базой, своими специалистами, даже своим отношением к этому вопросу. Кто-то усиленно нам говорит, нет у нас этих детей, а от родителей мы получаем абсолютно другую информацию. И вот именно под возможности каждого муниципалитета, под особенности муниципалитета мы сформируем систему помощи детям с аутизмом. Для этого посредниками у нас выступают так называемые базовые образовательные учреждения. И вот помимо этих базовых образовательных учреждений, решением протокола координационного совета, о котором говорила Лариса Валентиновна, мы будем подключать также все остальные коррекционные школы, будем подключать детские сады и учреждения дополнительного образования. Это нам позволит создать действительно в каждом муниципалитете вот такую вот свою систему, не под копирку, которую бы они могли просто раздавать каждую, а именно адаптированную под возможности и особенности каждого муниципалитета. Задача обучения и повышения квалификации педагогов, которые работают с детьми с аутизмом, силами ресурсного центра, она решалась поэтапно. Как я уже отмечала, сначала мы обучили специалистов ресурсного центра, и мы продолжаем это делать. Мы уже от таких базовых, фундаментальных курсов мы переходим к более узким направлениям, к дирфлортайму, прикладной анализ поведения, ПЕКС, уже вот задумываемся о раннеданверской модели. То есть идет, постоянно идет повышение квалификации специалистов ресурсного центра. Следом мы подключаем специалистов по ПМС-центру, в которые мы передаем эти знания. Расширяем ресурсный центр за счет еще трех коррекционных школ в территориях, которые находятся в отдаленных регионах нашей области. Также мы уже подключаем и остальные коррекционные школы. Ну и сейчас стоит такая вот большая вопроса по созданию профессиональных команд в каждой базовой образовательной организации, которая будет создана в каждом муниципалитете. И перспективная такая вот задача у нас, это включение учреждений культуры и спорта, потому что вы знаете, это действительно то, что очень не хватает нашим детям. И не потому, что они туда не приходят, а потому что просто не готовы еще работать эти организации с нашими детьми. Потому что не знают действительно, что делать и как работать. Ну и очень такой вот большой пласт работы, это работа с семьей. Потому что прекрасно все понимают, что без подключения родителей, родительских организаций, нам не удастся образовательный коррекционный процесс поднять на ту планку, когда ребенок будет получать все, что ему необходимо. Все, что ему прописано рекомендациями ПМПК. И в данном случае, вот ресурсный центр очень часто выступает в роли такого медиатора. В школе мы рассказываем и помогаем услышать семью, мы помогаем создать те специальные условия, которые должны создаться для этого ребенка. А для родителей, ну это в первую очередь снятие вот этого уровня тревожности. И естественно, мы видим нашу задачу в том, чтобы выстроить конструктивный диалог со школой. Чтобы слышали друг друга, как родители школу, так и школа родителей. Кроме того, в Ростовской области у нас реализуется федеральный проект поддержки семей, имеющих детей. И мы подключаемся к этому проекту в формате просветительской работы с родителями. Это еще один ресурс повышения компетентности родителей в вопросах развития, реабилитации своих детей. И вот перспективный такой шаг в работе ресурсного центра и в создании этого индивидуального образовательного маршрута. Потому что это все, все вот наши действия, они направлены на то, чтобы конкретно работалось с каждым ребенком. И действительно выстраивался этот конкретный образовательный маршрут под каждого ребенка. И мы прекрасно понимаем, что без помощи специалистов вузов в данном случае будет тяжело справиться. Поэтому на данном этапе сейчас мы вот уже заключаем соглашение с Южным федеральным институтом. И будет создаваться научно-исследовательская лаборатория. Центр будет выступать в рамках стажировочной площадки. Будет местом апробации методов и подходов в работе с детьми. А в результате молодые специалисты, которые будут выходить, выпускаться из вузов, они будут обладать, пусть маленьким, но это будет опыт, конкретный опыт работы с конкретными детьми с расстройством аутистического спектра. И набором хотя бы минимальных, но специальных компетенций работы именно с детьми с аутизмом. А в результате деятельности мы сможем доказательно определить эффективность того или иного метода, того или иного подхода именно в наших условиях Ростовской области. И я хочу вас познакомить с таким вот проектом, который задуман Министерством образования, который планируется реализовать в городе Таганроге. В городе Таганроге у нас есть специальный лицей, который готовит выпускников, именно которые будут потом учиться дальше на педагогических институтах и кафедрах. У нас есть специальная школа, в которой обучаются дети с расстройством аутистического спектра. У нас есть огромнейший пласт, это Таганрог, это город культуры, это город Антона Чехова, там огромнейший пласт музеев из различных учреждений культуры. И если мы соединим в единый проект все эти учреждения, то мы в результате получим банк видеосюжетов. То есть мы детей начнем вводить вот в эти вот учреждения культуры и не просто вводить, а грамотно и профессионально. И тогда мы создадим банк видеосюжетов помощи детям, социальной истории. И эти истории потом могут использоваться не только в данном конкретном школе, но как образец мы сможем это транслировать на все школы региона. И кроме того, в Таганроге у нас есть Таганрогский институт имени Чехова. И мы очень надеемся, что этот институт тоже подключится к этому проекту, потому что тогда у нас соединятся воедино практика и наука. Представленная система выстраивания индивидуального образовательного маршрута, она невозможна без заинтересованного участия специалистов управления образованием, директоров школ, заведующих детских садов. Именно ваш опыт и ваш интерес, они позволят поднять работу с детьми с расстройством научительского спектра именно на тот уровень, который необходим нашим детям. Мы готовы к сотрудничеству. А в ходе работы семинара на мастер-классах, завтра на презентационной площадке, мы готовы обсуждать не только практику работы, но и форму взаимодействия. Мы будем очень рады всем. Спасибо. Спасибо большое, Алла Владимировна. И, вы знаете, я думал, поймаю я этот момент или нет. Артур Валерьевич, если можно, мы сейчас секундочку еще, мы провели такое небольшое обследование. Можно мы его сейчас выведем на экраны? Да. Вы, наверное, видели, да, что у нас ходили волонтеры и проводили опрос. Вопросы были, их было немного, но они были самые разные. Но я сначала хочу вам показать, вот, пожалуйста, это география участников. У нас здесь представлены как жители Ростовской области, так и гости. Ну, хозяев, конечно, хозяева преобладают, но и очень радостна цифра гостей нашего края. Вот откуда у нас приехали гости. Как вы видите, очень обширная география. И вы знаете, вот что очень приятно, что с каждым годом на всероссийских семинарах ФРЦ эта география все расширяется и расширяется. И это, конечно же, очень радует нас всех. Вот посмотрите, как у нас распределились по роду занятий. Обратите внимание, очень радостно, что у нас здесь достаточно большой блок руководителей присутствует. Это действительно очень радостно, когда присутствует руководитель. Если зажарится руководитель, у нас пойдет работа дальше. Основной блок, это, конечно же, у нас специалисты. Специалисты, специалисты управления образованием и родители. Немножко родители, потому что не все знали, скажем так, что проводится этот семинар. А самое важное, я вам открою такой большой секрет. Это был такой огромный интерес, как со стороны родителей, так и со стороны специалистов Ростовской области, что мы были вынуждены обзванивать людей и просить, пожалуйста, вот давайте, чтобы у нас люди приехали, гости из нашего региона, а мы для вас проведем обязательно еще потом семинар. И за счет этого у нас немножечко сократилась родители и численность, число участников именно родителей. Извините, пожалуйста. А вот этот вот самый опрос. Вот посмотрите, пожалуйста, внимательно на презентацию. Вы знаете, мы когда его опрос готовили, мы, честно скажу, мы немножечко схитрили. Да? У нас здесь какие подходы в обучении вы знаете? Заметили повторение? Не все заметили повторение. Это к чему говорит? Мы растем. И даже то, что сейчас не все заметили, что и БИИ, и прикладной анализ поведения, это один и тот же подход, но зато теперь абсолютно четко, я уверена, что это вызовет вот такой вот интерес, когда начнут копаться, выяснять, что это и как это. И это будет еще очередным толчком для повышения нашей с вами компетенции профессиональной. И вот очень интересно... Есть смысл сделать выступление, дополняющее выступление Елены Вячеславовны, да? Чтобы не дублировать одни и дежурные информации. Да. Всех рада видеть, коллеги. И мы очень рады, что нам предоставилась такая возможность от регионального отделения поприветствовать всех участников семинара, от всех родителей, особенно детей. Мы, естественно, ценим, что профессиональное сообщество работает над повышением эффективности образовательного процесса, организует такие масштабные мероприятия для актуализации проблем, обмена опытом, ну и, естественно, повышения квалификации педагога. Во всем мире изменения, которые происходят в системе образования, чаще всего инициируются родителями. В каких-то странах уже это пошло далеко вперед, и видны конкретные изменения, в каких-то они только зарождаются. В любом случае, именно тогда, когда от решения индивидуальной проблемы мы переходим к работе с консолидированным запросом, именно тогда происходят эти важные шаги в целом в системе образования. И как раз-таки консолидированный запрос и формируют общественные организации, родительские сообщества, да, которые и так важны нам, всем педагогам. Естественно, наверное, одной из причин было и создание Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Возникает в обычной жизни, трудности и проблемы обучения наших особых детей привозят к изменениям на государственном уровне. И сейчас у нас в России есть современный прогрессивный закон об образовании, который гарантирует равные права всем обучающимся и даже предусматривает дополнительные возможности и условия для обучения всех детей с УВЗ и инвалидностью. Но, к сожалению, если бы все было так легко только с принятием закона, то жизнь была бы прекрасна и удивительна. И самая большая проблема, с которой мы начинаем сталкиваться, это тогда, когда закон нужно реализовать на практике. Каждое региональное отделение Варди держит руку на пульсе для того, чтобы самых дальних муниципалитетов и районов как раз-таки иметь эту информацию. Очень много мониторингов мы проводим, очень тесно общаемся с родителями для того, чтобы эту картину видеть. Мы сейчас прослушали, в общем-то, в целом ту информацию, которую нам предоставило министерство, а наша информация, наверное, немножечко от вашей отличается. И не все так гладко и хорошо, хотя, естественно, мы признаем и ценим, что очень много делается сейчас в сфере образования. Мы видим, что проблем еще очень много. Большое количество особых детей не могут получить все необходимые для них образовательные условия. И связываем мы это вот с чем. Во-первых, это отсутствие кадров. Про это мы говорили много. И не все образовательные учреждения укомплектованы необходимыми специалистами, когда приходят дети к ним в образовательные учреждения. Парадоксально, но не все педагоги и даже администрации образовательных учреждений осведомлены об особых образовательных потребностях, таких обучающихся, об их правах на получение особых условий обучения. При наличии такой формальной готовности педагога в работе с детьми с УВЗ и инвалидностью, к сожалению, после курсов, когда наши педагоги приходят на работу, то, к сожалению, практического навыка у них нет. И это большая проблема, и родители очень часто об этом говорят. Не все участники образовательного процесса владеют знаниями в области нормативно-правовой базы. И это ежедневные обращения родителей прямо ярко показывают. Допустим, педагоги, администрация образовательных учреждений и даже специалисты по МПК путают должностные обязанности тьютера и ассистента. Вот сплошь и рядом встречаемся. Многие считают, что восьмые в ГОСы для детей с РАС по старинке – это программа восьмого вида. Это вот прям большая катастрофа. До сих пор опираются на старые нормативы недельной нагрузки при определении ребенка индивидуального маршрута, когда ребенок особенно на домашнем обучении. Конечно, нельзя не заметить и положительные моменты, особенно которые у нас происходят в коррекционном образовательном пространстве. И в марте мы были с общественной палатой на мониторинге образовательных учреждений коррекционной направленности. И оснащение, конечно, изумительное. В том числе развитие идет и за счет финансирования по программе «Доступная среда», благодаря вниманию на федеральном уровне. Нельзя не отметить заинтересованность коррекционных образовательных учреждений. Вот то, о чем говорила Алла Владимировна, когда сами педагоги, когда администрация образовательных учреждений считает, что эта тема для них не нова, и они заинтересованно готовы хвататься за все новое изучать и применять на практике. Это, конечно, неоценимо. Конечно, мы очень ценим наше взаимодействие и понимание регионального министерства образования, потому что на сегодняшний день мы видим, что министерство здраво оценивает ситуацию, которая сложилась в регионе в области образования детей с УВЗ и инвалидностью. И я считаю, что многие меня поддержат в том, что наше министерство все же выходит на диалог с нами, прислушивается к нашим обращениям и готовы строить планы, учитывая те предложения, которые мы вносим. И для нас это очень важно и ценно. В Ростовской области действует ресурсный центр по работе с детьми с РАЗ. И у нас уже есть опыт взаимодействия с ресурсным центром. Но тут очень бы хотелось отметить вот какую проблему, которая ярко нам тоже видна. К сожалению, образовательные учреждения из муниципалитетов не спешат обращаться в ресурсный центр. И это прямо вот, мне кажется, не совсем правильно. Потому что действительно построить работу с ребенком с РАЗ, впрочем, как и с семьей в целом, ну не очень просто, не имея такого опыта. Нам очень остро нужно развитие инклюзивного процесса. Тут у нас много западает проблем и специалисты, и оснащение. Потому что если мы в коррекционных образовательных учреждениях просто отметили оснащение на высшем уровне, то, к сожалению, в общеобразовательных учреждениях, где мы строим инклюзию, в том числе и в дошкольных, к сожалению, пока еще есть к чему стремиться. Тут вот как бы проблем пока очень много. Со своей стороны, заручившись поддержкой и одобрением специалистами ресурсного центра, мы информируем родителей о возможности самостоятельного обращения родителя на консультацию к специалистам ресурсного центра. И зачастую именно с этого обращения родителей начинается взаимодействие между образовательным учреждением и ресурсным центром. Но, к сожалению, мы везде видим и свои минусы, и недоработки. И тут, на наш взгляд, пока не совсем проработан механизм преемственности и пролонгированного взаимодействия и далее сопровождения ребенка сразу, после консультации, которую ребенок прошел в ресурсном центре. А также нет дальнейшего контроля, динамики того, что происходит дальше с ребенком, когда он попадает обратно в образовательное учреждение. На наш взгляд, очень важным в изменении сложившейся ситуации в образовательных учреждениях являются следующие моменты. Это разработка индивидуального образовательного маршрута, который подходит каждому конкретному ребенку. Это создание ситуации успеха, причем не только для ребенка, но и для педагога, и для родителя. То есть это нечто осязаемое, конкретные измеряемые результаты, которые каждый из них должен получить. Конечно же, специалисты должны быть обучены и подготовлены, а родители достаточно проинформированы, чтобы этот успех каждый из нас мог достигнуть. Одной из проблем, важных таких моментов, который, на наш взгляд, сейчас остро тоже стоит, это работа с родительским сообществом для формирования понимания и принятия обучающихся с ОВЗ инвалидностью разных нозологий в инклюзивном образовательном пространстве. И по всем этим направлениям наши родители, думаю, все готовы поддержать педагогов и образовательные учреждения и работать сообща. Ну и в конце своего выступления хочу еще раз поблагодарить всех организаторов за возможность Всероссийской организации также принять участие, высказать свою позицию и свои мониторинги, и то, что видим мы со своей стороны. И я искренне верю в то, что на сегодняшний день и сегодняшняя встреча, и в целом семинар, такой двухдневный, даст возможность всем еще продвинуться на шаг вперед в нашей совместной работе. Ну а всем участникам семинара я, конечно, желаю успехов в работе семинара, а также человеческой чуткости каждому конкретному ребенку.